Это что-то, что-то с чем-то. Спасибо вам большое. Ну, это не только мне спасибо, это и городу надо сказать спасибо. Еще недавно пустырь за бывшим ДК комбайна строителей. Теперь одно из любимых мест отдыха таляков. Вот и сегодня, несмотря на пасмурную погоду, все находят занятие по душе. Этот сквер разбили здесь в 2016 по муниципальной программе. Благоустройство обошлось в 12 с лишним миллионов рублей. Тогда в сквере заасфальтировали дорожки, установили освещение, обустроили футбольное поле, поставили детский городок, тренажеры, высадили деревья. Как сейчас, спустя год, на объекте поддерживают порядок, на месте проверяет Алексей Дюмин. Закреплены сотрудники, которые занимаются благоустройством, и ОКО с травой. То есть, ну, достаточно в хорошем состоянии мы его поддерживаем. Ну, в том числе и игровое оборудование, спортивное оборудование. Прошу вас ко всем объектам, надо относиться, во-первых, бережливо, надо разговаривать и с жителями, в первую очередь, и они должны быть социально ответственны. Через дорогу от одного сквера другой, Кировский, и картина здесь другая. 22 гектара земли городские власти планировали отдать инвестору. За четыре года тот обещал обновить фонтанный комплекс, заменить гранитное покрытие, делать площадки для аттракционов и спортивных сооружений. В водонапорной башне хотел сделать ресторан. Концессионное соглашение на 25 лет с инвестором заключили в июле. Теперь он собирается его расторгнуть. Говорит, нет средств. Проект предусматривал вложение 29 миллионов рублей. Алексей Дюмин предложил подумать о включении сквера в федеральную программу формирования комфортной городской среды. Думаю, что это будет пользоваться спросом. Тем более, я еще раз говорю, что по этому скверу тоже очень много обращений, очень много жалоб о том, что он в неприглядном виде, и жители бы хотели, чтобы здесь была точка притяжения. Все это есть. Деньги есть, головы есть, желания есть. Желания есть. Так точно. Двор на улице Кутузова. Федеральную программу формирования комфортной городской среды попал уже в этом году. На его благоустройство выделили больше 5 миллионов рублей. Установили детский городок, уложили асфальт. Жители не нарадуются. Всего в эту федеральную программу попали 163 городских двора. Только по Туле объем финансирования составил более 400 миллионов рублей. Программа находится, поддержанная, находится на контроле президента Российской Федерации. Хотел бы у вас узнать обратную связь, в каком состоянии. Я так понимаю, скоро приемка будет. Я бы хотел, чтобы вы поучаствовали в приемке. Какие-то жалобы, замечания есть у вас? Все довольны. Огромное спасибо всем. Вам лично, Сергею Викторовичу, Евгению Васильевичу. Всем-всем огромное спасибо. Улица Епифанская в этом дворе о благоустройстве только мечтают. Когда жители увидели около своего дома губернатора, обступили его со всех сторон. И пошли жалобы. Крыша течет, швы не заделывают, управляющая компания слышать не хочет. Но главное, люди мечтают о парковке, но договориться о ее месте внутри двора сами не могут. Мы бы давно зашли сюда комплексным благоустройством дворовой территории. Сделали парковочные карманы и с той стороны, и с где. Мы любой на выбор, сейчас я могу показать, как люди пошли. И Плеханово, и Лоджевая, и все из-таки. Но здесь не могут прийти к общему знаменателю. Вот и вся история. Расставьте точки над «д». Что вам все-таки надо? Парковочные места, если это возможно по закону, за домом. Делаем вам парковку. И выносим основной поток машин, которые здесь паркуются. Вы своим собранием, с учетом того, чтобы дом начать благоустроивать, вы принимаете решение по народному бюджету. Вам город помогает. По итогу поездки Алексей Демин поручил местным властям каждую неделю предоставлять ему отчет. Какой двор сдан, где сорвали сроки, кто виноват и что сделано, чтобы проблему решить. Сейчас в регионе параллельно дворы ремонтируют по нескольким программам. Муниципальным, региональным, федеральным. И контроль должен быть за каждой. Екатерина Старцева, Роман Тюкин, Вадим Рыженков, Первый Тульский.